Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас чечевичный суп, мой любимый. Дальше здесь у нас пельмешки жареные, огурчик, маслина, точнее оливки, сметанка. Обычно супчики вы не особо любите, но сегодня мне что-то захотелось. А чечевичный суп я вообще очень люблю. Я его приготовила сама. Готовится он максимально просто, бюджетно. Еще я очень люблю грибной суп. Грибной суп это вообще кайф. Насчет вчерашнего видео. Многие в комментариях спрашивали, Айка, вот что ты советуешь? Покупать такие огромные роллы в три дорого? Или просто взять себе три вида разных роллов и кушать? То есть, стоят ли они своих денег? Вот эти большие роллы, которые я снимала. Что я могу сказать, мои хорошие? Лично на мой вкус. Конечно, это очень вкусно, но я бы взяла три вида разных роллов. Потому что эти большие очень сложно жевать, есть. Это проблематично. Поэтому, мне кажется, проще взять три разных вида роллов и кушать себе спокойно. Прямо рыбка была толсто так нарезана. Все, конечно, по высшему классу. Но сложно их есть. Зачем такие огромные роллы нужны? Разве что для праздника какого-то. Когда к вам придут гости какие-то. Очень такие важные. Можно заказать. У меня была идея всегда. Ну, как всегда. Пусть только я полюбила роллы. На свадьбе. Бывает же сладкий тортик. А я думала, блин, потратиться. И просто заказать огромный суши-торт. Такой в несколько этажей. Чтобы каждый мог прийти и взять там не кусочек тортика, а пару роллов. Потом в интернете. Оказывается, кто-то додумал эту идею раньше меня. Кто-то это организовал. И вы знаете, как только вынесли этот торт, все гости побежали к этому тортику. Тортику из ролл, так скажем, да? И все начали хватать себе да побольше. Это со стороны выглядело просто ужасно. Возможно, вы видели эти кадры в интернете. В общем, просто люди... Люди не бегут к торту, да? Но таким быстрым-быстрым шагом идут. И каждый себе на тарелку как можно больше. Увидев это, я поняла, что идея не хорошая. Прикиньте, что подерутся. Оказывается, все любят роллы. Поэтому как бы эта идея просто сошла на нет. Короче, когда ты придумаешь какую-то идею, нужно еще подумать о последствиях. Как, что там будет. Кстати, мы уже готовимся. Буквально через 10 дней я поеду в деревню. Почему мало видео? Я снимаю и оставляю. Некоторые в комментариях уже заметили, что видео с Дошираком, с Биг Боном и с колбаской не вышло. Оно осталось на запас. Также есть другие ролики, которые тоже у меня просто в запасе. Но в деревне тоже я прохлаждаться не собираюсь. Хочу снять для вас много контента на природе. Показать, как мы собираем эти орешки. Насколько это сложный процесс. В общем, показать вам деревенскую жизнь. Вот и до. У нас в деревне есть соседка. Она меня уже который раз зовет в гости к себе. Пойдем вместе с вами к ней в гости. Я помню, когда она замуж выходила. Мы ей там вместе ходили, подбирали платье, выбирали. В общем, я была тогда подростком. Мне, наверное, лет 17 было. А у нее уже двое детей. Построили свой дом. Там стараются, что-то делают. Короче, если вам интересно, то пишите в комментариях. Мы вместе пойдем к ней в гости. Покажу ее быт, как она живет. Я очень давно у нее не была. И когда я последний раз у нее была дома, у них даже обоев не было на стенах. А сейчас прям все сделали. Было бы желание у людей. И двое детей. И все. Огород, хозяйство. Все успевает. Вчера нам собрали кухню. Получилось просто вау. Я не смогла снять процесс того, как они собирают кухню. Потому что они собирали кухню в 8 часов. Прикиньте. Они пришли в 10 и ушли где-то в 6-7. То есть очень долго. Дело в том, что изначально один из ящиков был отрезан неправильно. Но я вам во влоге покажу. Поэтому они сидели, ждали, пока придет другой ящик. Столешницу подгоняли. В общем, там геморрой был. 8 часов. Я не могу поставить камеру. Пришел еще двоюродный брат. В конце уже, когда мы уже закруглялись, посмотрели, как это все смотрится. Мне очень понравилась матовая поверхность, белая кухня и черные ручки. Черный фартук, черная столешница. Вы знаете, помните, я вам во влоге показывала стол и стулья, которые мы купили. Мы их решили не брать, потому что этот стол со стульями смотрелся просто смешно, как будто игрушечный. Дело в том, что в магазине мы зашли и увидели этот стол со стульями. Он смотрелся круто. Но магазин был очень маленький. И на фоне этого магазина стол смотрелся классно. Но уже непосредственно в квартире у меня там обеденная зона. Она огромная. И этот стол, он не в тему просто. Крошечный. Поэтому мы решили из материала столешницы сделать стол. вкусно. Вкуснотища. Особенно жареные пельмяшки. Ну, в общем, мы на заказ хотим сделать большой стол. Дело в том, что основная комната это будет чисто спальня. И гости, которые будут приходить, они должны прийти на кухню. А если на кухне совсем малюсенький стол, где сесть? Вот в чем вопрос. В общем, этот стол со стульями смотрелся просто ужасно. Как будто игрушечный. Вот реально. Этот стол со стульями хорошо, если у вас очень маленькая кухня и вы хотите вместить все туда. Но в моем случае я могу себе позволить огромный стол. Поэтому поменяли свое мнение. Ну, сейчас опять будем выбирать, будем думать. Что, как, почем? Просто некоторые в комментариях пишут Айка, когда ты поедешь куда-то отдыхать, не знаю, что никуда не едешь. Возьми маму и поезжай. Начать хочу с того момента, что у меня мама вообще против отдыха. Такого активного отдыха. Там бассейн, не знаю, путешествия. Для нее отдых это лежать под кондиционером, есть какие-то вкусняшки. она категорически она категорически не любит куда-то ездить, куда-то летать, отдыхать. Для мамы идеально, там, не знаю, ее любимая пахлава, чай, гамак. И все. Надо тут с подружками тогда, получается. Но дело не только в этом. Дело еще в финансовой составляющей. Ведь, естественно, эту кухню мне никто бесплатно не установил. Она тоже стоит денег. Техника стоит денег. Сейчас мне надо ставить комби. Кто не знает, что такое комби, это отопительная система. Этот комби тоже тысяч пятьдесят точно будет стоить. Еще плюс установка. Поэтому тысяч, наверное, где-то триста мне еще надо на квартиру. Точнее, в общем тысячу триста, чтобы закончить с квартирой. Уже кое-что я вложила. Надо спальню заказывать, холодильник, стиральная машина. А на этом все было очень вкусно. Обязательно переходите в инфобокс и смотрите рецепт этого чечевичного супа. Всех люблю, целую.